Али Хэллоу Хэлли, хэллоу! Здравствуйте! Если бы у меня была такая возможность, я бы сейчас очень хотела поймать взгляд каждого из вас. Потому что сейчас я хочу говорить о том, что зажигает огонь в моем сердце. Я хочу вам рассказывать про общение, про общение сердцем, про общение сердцем с нашими детьми. Вы знаете, я очень счастливый человек. Я получаю удовольствие от общения с детьми. Мне нравится искренне интересоваться ими. Мне нравится быть с ними любопытной. Я обожаю задавать им вопросы. Но особое наслаждение я испытываю, когда я отвечаю на их вопросы. Я люблю наполненность разговоров с ними, когда живо, сочно, с красками, с эмоциями, когда жужжат мозги. Вы когда-нибудь видели, как жужжат мозги? Когда рождаются идеи, когда появляются желания, когда строятся планы. Но я хотела бы признаться перед вами. Так было не всегда. Было время, когда, наверное, я не успевала осознать до конца, что общение даже с моим сыном может быть интересным и познавательным для меня. Мне было трудно представить, что он может мне рассказать что-то новое, чего я еще не знаю. Или, например, что он может поделиться своей идеей, своим опытом, своим мнением. По сути дела, я не давала ему ни единого шанса рассказать мне чуть больше. Как это происходило? Очень просто. Я общалась с ним пустыми фразами. Примерно такими. Ну че, привет, как дела? Че в саду? Понравилось? Хорошо все было? Суп съел? Днем спал? Да, ты, кстати, мне там рассказывал про праздник какой-то? А, уже завтра. А стихотворение ты-то выучил? Молоток, молоток, да. Шнурки-то ты сегодня сам завязывал. Опять Софья Андреевна помогала, добрая душа. Ну сколько раз мы тебе уже показывали? Это же не сложно. Почитать. Давай завтра. Я так устала. Завтра рано вставать. Обещаю. Такие разговоры, такие общения, они встречаются часто. С одной стороны, я, конечно же, проявила долг родителей. Я узнала, как у ребенка дела. Я поняла, что он жив и здоров, что он не сломал палец на левой ноге, что он был сытый. Я испытала небольшую гордость, что он все-таки участвует в каком-то празднике и рассказывает какое-то стихотворение. Меня, конечно, раздосадовало, что он опять не умеет завязывать шнурки, хотя Петя, Вася, Глаша делают уже это давно самостоятельно. Но было ли это общение? Вопрос. И что оно дало мне, а что оно дало ему? Но хочу защищаться. Я все-таки не была абсолютно безразличным родителем. Какую-то осознанность я проявляла. В свободное время, в свободные минуты я читала литературу. И какие-то вещи, какие-то педагогические подсказки я пыталась притворять в жизнь. И когда в очередной раз я пыталась активно, и, видимо, в очередной раз неудачно, пыталась активно слушать своего сына, я в ответ получила очень сильный эмоциональный отклик. К тому моменту ему было шесть лет. Он мне достаточно строго сказал, «А ты получше читай свои книжки». Черт, мама права. Я совсем заиграла своей работой. Я потеряю общение со своим ребенком. Мне еще это аукнется. Вы знаете, в тот момент действительно я очень резко почувствовала, что это когда-то может мне аукнуться. Я очень вдумчивый человек. Я люблю ковыряться в себе, собирать много информации, анализировать, делать выводы. И в этой ситуации мне сложно было признать, что я не права. И особенно сложно было признать свою ошибку перед родителями. Поэтому я решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Я решила покопаться в себе и подумать, что происходит со мной. И вы знаете, вот что у меня получилось. Я поняла, что у меня голова как у инопланетянина. От бесчисленного количества мастер-классов, тренингов, семинаров, книг, лекций, встреч с интересными людьми поток входящей информации настолько огромен, как мне казалось на тот момент важной информацией, что мой мозг не успевает все переваривать, сортировать, присваивать номера и укладывать в нужные ячейки. Я поняла, что я с такой легкостью в чужих людях замечаю важность и с такой же легкостью эту важность я не вижу в себе. Я поняла, что каждый шаг по карьерной лестнице наверх увеличивает мою корону и я уже перестаю помещаться в дверные проемы. С одной стороны, это отяжеляло мое перемещение в пространстве, но, с другой стороны, это показывало мой статус, это моя должность, это мой оклад, это мой авторитет. Вы знаете, как-то однажды сестра мне сказала, что у тебя синдром принцессы. Да, я с ней согласилась, потому что мне казалось, я столько много всего для всех делаю, поэтому все мне обязаны чем-то. Я осознала в какой-то момент, что я хожу с огромнейшим чемоданом всегда и везде. И этот чемодан не такой, как сейчас, удобный на колесиках, с удобной ручкой, а знаете, как в Советском Союзе, такой огромный, с двумя ремешками. И в этом чемодане рецепты, педагогические рецепты, готовые, проверенные временем на все случаи жизни. И когда мне нужно вложить в голову моего ребенка важную информацию, я открываю этот чемодан, суп, 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 суп. Ага, суп. Суп нужно есть обязательно днем, теплый, особенно мужчинам. Наверное, полезно для желудка. Я поняла, что мой образ многорукого всемогущего индийского бога пришелся мне по вкусу. Я действительно получала удовольствие от того, что многие вещи я делаю одновременно. Например, когда я читаю книжку на ночь, я разговариваю по телефону, причем по очень важному и срочному вопросу. Когда я провожу свободное время с ребенком, я думаю о чем угодно, но только не о том, что касается меня, моего ребенка. Я поняла, что моя батарея жизнедеятельности становится с каждым годом все менее и менее активной. Мне требуется постоянная подзарядка, и я абсолютно становлюсь нетранспортабельной. Я на протяжении нескольких лет была сама для себя карикатуристом. И я нарисовала сама на себя дружеский шарж. По-моему, получилось очень забавно. С одной стороны, я поняла, о, майорва, это ты, это катастрофа. Но с другой стороны, я поняла, что я могу это использовать как шанс, как шанс меняться. Потому что капризы, истерики, упрямство, боязнь делать что-то самостоятельно, боязнь делать что-то новое, это все следствие моего поведения, это все следствие моих поступков. И я решила стать интересным человеком для своего ребенка. Я составила план. Этот план состоял из пяти пунктов. Я решила, что я буду для него открытой. Я решила, что я хочу быть с ним аутентичной. Я хочу искренне, глубоко интересоваться, чем он живет, как он дышит, как он тикает. Я поняла, что я хочу фантазировать вместе с ним. Я хочу придумывать истории вместе с ним и для него. И я хочу коллекционировать открытые вопросы. Когда я стала вдумываться над этими пунктами, меня осенило, потому что я поняла, что все это я умею делать. Мне просто нужно изменить объект моих действий. Быть открытой. Достаточно вспомнить состояние влюбленности. Когда ты ловишь взгляд, когда ты поддерживаешь визуальный контакт, когда ты внимателен, когда ты искренен, когда ты готов пустить на территорию своего личностного пространства, когда ты хочешь знать все об этом человеке, даже какой-то пустяк. Аутентичность. Такое странное, не всегда понятное слово, но очень модное сейчас. Я очень долго думала и не могла найти для себя ответ, как же эту аутентичность наложить на повседневную жизнь, а тем более наложить на воспитание, на общение с ребенком. И я поняла. Аутентичность — это значит, когда ребенок знает, что вы думаете и что вы чувствуете. Это когда вы для него предсказуемы. И я поняла, что я предсказуема для всех. Для продавца, для консьержа, для коллег, для сотрудников, для воспитателей, для нянечек, для родителей, для подруг, для всех, но не для него. Поэтому я изменила свои приоритеты. Я очень быстро догадалась, что я могу искренне интересоваться. И как истинная женщина в таких ситуациях я использую фразы «Да ты что? Не может быть!» «Пойдем, пойдем, пойдем поговорим!» «А он что? Ты что, прям так и ответила?» «А когда ты ему это написала?» Вспоминаете? Фантазировать. Оказывается, я очень люблю фантазировать. Особенно, когда мне нужно объяснить причину моих частых опозданий. Или когда мне нужно открыть секрет места расположения квартального отчета. Или когда мне нужно придумать жалостливую историю, почему сегодня я никак не могу уступить место. Открытые вопросы — они обладают вау-эффектом, они раскрывают, они углубляют беседу, они не терпят спешки, им нужно время. И они работают тогда, когда есть открытость. И было очень интересно и увлекательно коллекционировать эти открытые вопросы, подслушивать их на детских площадках, в кинотеатрах, в ресторанах, подмечать их в книгах, в журналах, записывать, выбирать и использовать самые лучшие. Вы знаете, когда я потихонечку, шаг за шагом начала открываться перед своим ребенком, я стала для него предсказуемой, и я начала поддерживать его фантазии, его истории. Я проявляла действительно искренний интерес к его жизни. Наше общение стало меняться. И помните, я вначале вам сказала, что я особое наслаждение испытываю от того, когда дети задают мне вопросы. И представьте себе, вы приходите вечером домой, вы уставший, а вас встречают. «Мам, привет! Как твои дела? Как твой день прошел?» А вот интересно, кого бы ты сегодня отправила на необитаемый остров? Вы знаете, я с таким удовольствием рассказываю, что сегодня я бы отправила главного бухгалтера. На год, на два. И я бы никак его не собирала в дорогу. Я бы его отправила с его любимыми авансовыми отчетами. И пусть он себе там отдыхает и проверяет их. Я в завершении хотела бы вам сказать. Давайте не выпячивать все то, что мы знаем и умеем. Ведь это чертовски тяжело быть самым умным всегда и везде. Давайте отказываться от наших корон, от наших почестей. Ведь важно быть неважным, а важно быть легким. Давайте жить так, чтобы все было интересно. Давайте фантазировать так, чтобы рождались идеи. Ведь самое гениальное начинается с идеи. Давайте общаться с сердцем, открыто, с чувствами, с эмоциями, аутентично, с фантазиями. И давайте делиться всегда со всеми. Ведь богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем. Спасибо вам большое.